Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякий сход с реальными событиями является абсолютно случайным. Минчестер в лиге, матч за суперкубок UEFA и все. Пока мне не придет предложение. Итак, вот наше первое предложение о трансфере и Челси нам просит вернуться. Мы отклоняем предложение, 420 тысяч нам предлагают. Так что это первое предложение, пока что мы его отклоняем. Ну что же, друзья, не смог я за целый месяц никуда уйти, только Челси нам предлагали. Поэтому мы пока что играем за МЮ, дорабатываем, так сказать, свой контракт. Играем мы на выезде против Сангемптона. Первый тур АПЛ. Поехали. Итак, первый тур английской премьер-лиги. Новый сезон Сангемптон-Манчестер-Юнайтед. Лондонская Челси, единственный клуб, который решил нас подписать. Спустя сезон мы отклонили. И вот такие вот дела. Ну, у нас старт английской премьер-лиги Сангемптон-МЮ. Поехали. И мне травма наносит сейчас. И прерывает арбитр. Все-таки серьезно я, значит, травму получаю. Вот этот момент. Меня прямо здесь зажали. Поэтому вместо меня сейчас выходит Кутрон, я так понимаю, новое приобретение. Ну, я играю в статок матча уже командой. Один си метровый. Я угадал все абсолютно, но Сангемптон забивает. Так что 1-0 и уходим мы на перерыв, проигрывая. Нанесли мне еще и травму, еще и спинальти здесь забили. Хотя я даже угадал, куда будет пробиваться. Ну, игра по-другому считает. И есть. 1-1 на 94-й минуте Кай Хаверт сравнивает. Еле-еле вытащили этот матч. Так что хотя бы 1 очко нам и увозим с матча против Сангемптона. Ничья 1-1. Заканчивается матч. Нанесли мне травмы. Сейчас будем смотреть, насколько я вообще вылетаю. Не дай бог не получится у меня уйти вообще из клуба. Будет просто ужасно, если надолго травму. И я вылетаю на 5 недель. То есть прям ровно на вот это время. Так что вряд ли меня кто-то вообще захочет брать травмированно, тем более. Поэтому просто симулируем остаток матча. Матчей. Вот. Вообще замечательно. Ну и симулируем мы матч за Суперкубок УИФА. И мы побеждаем наш очередной трофей. Благодарю Манчестер. Мы выиграли вместе Суперкубок УИФА. Я считаюсь все-таки обладателем Суперкубка, потому что Лигу Европы со мной вместе выигрывали. И я как бы считаюсь и был, наверное, в заявке на матч, но не сыграл, можно так сказать. На костылях просто глядел этот матч. Я даже что-то не глянул, какая вообще у меня травма. Вывихи плеча или что там? Да, вывихи плеча на 5 недель. Теперь еще игра против Ливерпуля, которые стали там чемпионами. Но они, кстати, Сити проиграли вон 2-1. Но у нас они, естественно, обыгрывают 2-0. Мы потеряли в двух матчах получается сколько? 5 очков, 1 очко у нас всего лишь. Мы сейчас идем на 15-й строчке. Симулируем еще и матч против Тоттенхэма. Они 2 подряд выиграли, причем еще и Сити обыграли. 3-0 мы обыграем на выезде. Отлично. Наша первая победа в АПЛ. 4 очка после 3-х туров. Игроки отправятся в сборную РС. Меня взяли на квалификацию к Евро против Бельгии и Ирландии. А у нас матч симулируем против Арсенала. Вот они только Сити проиграли. Ну и здесь нас Вернер просто раскладывает. Два мяча нам забивает. Он из Эвертона походу перешел. Вот. Так. Не можно тренироваться. Получается я как бы все. Раз мне еще и в сборную взяли, травма у меня, наверное, заканчивается. Я надеюсь, что почти готовка к игре мне написана. Ну все. Можно ли мне сейчас уйти-то на последних трансферах? В часах, так сказать. Ну что ж, поехали. Потихонечку будем дальше симулировать. Я надеюсь, предложения мне должны прийти. Так я остановился после травмы. Я бы любое сейчас принял, если только это не английская лига, конечно. Ну нет, вообще никакого у меня, наверное, не будет. Я сейчас даже зайду, гляну. С моих действиях. Лейпциг делает предложение. Я даже не знаю, стоит ли мне вообще куда-то уходить. Но я бы в Лейпциг и не ушел бы. Я в Германии, во-первых, все сделал. Но это Лейпциг всегда мне предлагает. Я нет. Бавария. Бавария, ребят. Я бы перешел на самом деле, потому что я не хочу больше играть в Англии. В Баварии, прям там вообще, ну, если я перейду в Баварию, там никакой у них нету интриги в чемпионатах, конкуренции никакой. Поэтому я бы перешел на самом деле. Вот, Бавария, мне давно надо было туда переходить. Вот, когда еще зимой из Барусина тогда сделал трэбл, поэтому я, пожалуй, перейду в Баварию. Вот. Поехали. Потому что, ну, надо хоть как-то возобновлять для меня что-либо. За сколько я перешел, не будет, да, сказано. Ну, вот из Манчестера перехожу в Баварию. И сейчас почитаем в новостях, за сколько будет ли вообще написано, за сколько. Нет, сумма не разглашается, так сказать. Но мы сейчас с вами проведем последние трансферные часы, так сказать. Добро пожаловать в команду. И 19 голов, 6 голевых. Вот так вот про меня. Ну, думаю. Я стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом именно в Бундеслиге, кстати. Поэтому посмотрим. Так, ну что ж, давайте начнем тренировку, пока это возможно. Вот. Хотя я бы даже не начинал, я бы хотел посмотреть. А, изменить профи. Мне 9 номер доступен. Вот так вот я буду выглядеть. Я в составе Баварии. Кстати, Бавария же тоже красными цветами, поэтому я даже, наверное, не буду ничего себе сильно изменять. Я бы так себя бы оставил. Вот. А таланты здесь никакие больше не открылись. Мощный удар головой нет. Вот. Поэтому заходим мы в форму. Я бы только убрал запястье справа, чтобы в чистом виде таком поиграть. Ну и для хоть какого-то изменения я бы нательную майку бы надел. Потому что, не знаю, интересно мне так кажется. Вот. Что по анимации. Сейчас выберу какой-нибудь гол, а вы увидите в матче, если я забью. Все. Я поставил празднование. Давайте теперь мы на тренировочку, так сказать, залетим. Итак, друзья, давайте глянем вообще, что там сейчас с Баварией. Ой, тут Шалькиным конкуренцию навязывает. Гамбург, кстати, на третьей строчке, за которую мы как-то выступали. Это наш был второй клуб. Первый, это Штутгарт был. Кстати, чего они? Они тоже есть. Штутгарт и Гамбург. Все отлично. Да и Баруси здесь. Так что Шальки тут три матча пока что выиграли. С кем потерял вообще очки? 4-0. Бавария обыграла Штутгарт на выезде. Потом 1-0 обыграли Лейпциг и, получается, сыграли с кем-то там в ничью. Не понял. Что-то я не увидел или что? Обыграли Лейпциг 1-0. 4-0. Штутгарт. 3-0. Ганнобер. И какой вообще матч они тогда сыграли? Ничего. Вот это вообще не понять. Я, может, что-то реально догоняю? Проиграли. Еще здесь суперкубок, кстати, Баруси. Но это уже не со мной. Молодцы, кстати, Баруси, чтобы играть Баварию. Но не суть. 4-0. 1-0. 3 победы в Бундеслиге. А где? Где моя первая строчка? Значит, что это? Как вообще понимать? Баги мы ловим в этой карьере только так, друзья. Лига чемпионов. Известная жеребьевка. Глянем. МЮ, Интер, Монако, Фнер, Бахче. И вот здесь мы снова сыграли, кстати, с Ювентусом. Ну, поглядим, как мы сыграли. Еще и Аякс. Ух, как же обидно будет, что один клуб вылетит. Ну, здесь я надеюсь, что Аякс в любую Европу попадет. Милан, Леон, Валенсия, Фикосибий. Ливерпуль, Шальки, ПСВ, Зальцбург. Сити, Лейпциг, Наполи, Спартак. Тоттенхэм, Мадрид, Андерлех, ЦСКА. Пассажир, Барселона, Бенфика, Локомотив. Реал, Боруссия, Рома, Динамо, Киев. Нью-Кассел, Ген, Бешикташ, Висла, Краков. Байер, Сусола, Шахир, Славия. Спортинг, Фейнор, Рапид, Дюрих. Дюрих, Хофенхайм, Брюгге, АЕК, Йонгбойс. Челси, Утрих, Рейнджерс, Розенбург. Атлетика, Бильбао, Трампсон, Спортсион, Спартак, Прага. Лиль, АЗ, Базель, Копенгаген. Вольфбург, Бетис, Ли, Ласк, Виктория, Плезень. Торино, Бордо, Жирон, Аустрия, Галатасарай, Фиорентина. Витория, Гоймарайш, Генг, Ноджерленд. Арсенал, Марсель, Брага, Селтик. Вот такие вот у нас результаты. Не знаю, возьмут ли меня сейчас вообще в сборную. Пожалуйста, дайте матч с Бельгой сыграть. Нет. Ну и все, мы теперь это точно вылетаем. Если мы сейчас Бельгой, естественно, проигрываем. Ничья, кстати. Неожиданно, но шансы есть на самом деле. Шансы есть, если сейчас Швейцария, конечно, проигрывает свой матч. Я не знаю, с кем она выиграет, и я еще не играю. И мы сейчас проиграем пятой строчке, либо потеряем хоть как-то очки. И Швейцария, сейчас мы глянем, с кем она играет. Если с Бельгией, будет чудо. Ну, вроде там она не с Бельгии, а с Польшей будет сейчас играть. Хотя надо тоже вот глянуть. Она играет, да, с Польшей. И вот так вот. Поэтому вряд ли. Все, мы попадаем на чемпионат Европы. Хотя бы, ну, вот, победили Кутепов дубль забивает, больше же некому забивать. Вот, я сейчас гляну. Ну, там вряд ли сборная Польши Швейцарию обыграла. Поэтому, да, друзья, мы остаемся без чемпионата Европы. Заняли мы третью строчку на квалификации. Не хватило нам два очка. Ну, и Швейцарии, естественно... А, они даже в ничью сыграли, но этого все равно. Вот, нам немножко не хватило, чтобы попасть на чемпионат Европы. К сожалению. Вот, такие вот обидные, но дела. По новостям пока что ничего интересного не передают. Я не знаю, буду ли я вообще играть сейчас. Вроде как вливать. Потихоньку, да, не играю я с Вольфсбургом. Но глянем. Тут у нас еще небольшой состав. Мартинес, кстати. 2-1, слава богу. Мартинес. Я даже не глянул состав. Может быть, вас тоже стоит с ним познакомить. Так, Лига Чемпионов. Музычка отлично, она прошла. Так, давайте зайдем в мои действия. Глянем вообще команду. С кем я буду, так сказать, играть в этом сезоне. Ну, Баварию мы вроде как знаем, потому что я забил 5 мячей в ворота Баварии в Лиге Чемпионов в финале. Кепа, Рули, Улерих до сих пор, кстати, 39 лет ему. Хоффман, Цабалай, ну, кстати, неплохой Рейгин, 18 лет, 69, иметь голкипер. Гримальдо, 87, Чиллвелл, 85, Шоу, 84, Эрнандес, 82, лучшие прям здесь, прям очень хорошие левозащитники. Рмосо, Умтити, Ромеро, Манди, Кунде, Уфосу, Пизану, Шверс, так, ну это ладно. Правых защитников вообще абсолютно нет. Верди, слабый очень рейтинг уже. Чак Ветадзе, Грузин, кстати, 86 качается неплохо. Караско, Рафа, Эльфина, Диас, так, Анрион, Юкуру, Тони Кросс, 73, уже завершает карьеру. Вернулся, причем еще в Баварию. Паласиос, 88, неплохо. Чоамени, 27,84 рейтинг. Фейн, 28,82 рейтинг. Анкель Гомес, 86, неплохо. Альмада, 26,88. Я, 92, и Мартинес, ему 30 лет уже, 89, у него рейтинг. Ну вот он пока что вместо меня играет. Так что, вроде как все, я здоров. Я не знаю, буду ли я сейчас играть в Лиге Чемпионов. Да, меня берут на матч против Панатио Найкоса в Лиге Чемпионов выездной матч. Ну что же, первый же матч, и сразу же это в Лиге Чемпионов за Баварию. Давайте мы отыграем вот в такой дополнительный черный. Ну а Панатио Найкос в зелененькой. Пасмурно на стадионе, вот так вот выглядит расстановка. Ну что же, поехали. Итак, разминаются игроки Панатио Найкоса. Почему-то их сейчас показывают, они игроков Баварии. Ну допустим. Вот у нас, кстати, показали, я уже в таком кругу, с Амюэль Ум-Ти-Ти. Вот он я. Для меня, конечно, я не знаю, как меня будут приветствовать болельщики. Все-таки, ну я долгое время не играл в Германии. Последний мой клуб это был Баруся Дортмунд. И именно с Баруси я выиграл Требл в Германии. И чемпионат, и кубок, и Лигу Чемпионов выиграл. И потом еще и в составе Лондонского Челсия забил 5 мячей в ворота Баварии в финале Лиги Чемпионов. А теперь выступаю за них. Ну что же, Лига Чемпионов за Баварию. И я просто так прошелся и заработал пенальти. Это классно. Желтую карточку получает Нунис. Я вообще не понял, я хотел Финзидана сделать, чтобы пройти. Но здесь вот так вот получилось, что... Ну ладно. Итак. Ну что же, голки перезиснительные. Я бы перебросил его на самом деле. И это гол. Это первый гол за Баварию. И вот такое вот празднование я в стиле Мбаппе. Теперь буду праздновать, чтобы меня все-таки уже позвали в ПСЖ. Ну и вот так вот классный гол. Первый за Баварию в Лиге Чемпионов с пенальти. Очень хорошая на меня передача отдает. И мы забиваем это 2-0. Дубль в первом же матче. И мы забиваем в составе Баварии. Отлично. Очень хорошо. И это мой хэт-рик. В первом же матче за Баварию я забиваю хэт-рик. Еще и в Лиге Чемпионов. Это вообще классно. И еще и Лаутаро Мартинет забивает. Делает счет 4-0 на 85-й минуте. За 5 минут до конца. Доводим до разгромного. И все, друзья. Разгромная победа Баварии над Панатионайксом на выезде. 4-0. Мой хэт-рик. Первый же хэт-рик в первом же матче. Это отлично. Ну и за 5 ударов 3 мяча получилось забить. 10-0 сразу же у меня оценка. Ну а Ювентус разгромил дома у себя Аякс. И счетом 3-0. И что же. У нас игра против Майнца. Пятый тур. Но я не понимаю, как это вообще осознавать. Бавария. Написано. Ну вот 4 матча. Где-то она потеряла вот очки. Ну вот где. Давайте даже по голам я просто посмотрю. Это просто несправедливо. 4-0. 4-0 мы запомнили. 5-0 сейчас в общей сумме. Мы спускаемся ниже. 5-0. 8-0. Ну и сейчас по сути дела мы должны 2-0 проиграть. Но Бавария же выигрывает 2-1. Вольсбург. Когда она успела вот 2-0 кому-то проиграть. Или сыграть ничью. Но это просто какое-то непонятное. Из-за того, что мы перешли из одного чемпионата в другой. Просто вот логика игры. Ладно. Играем мы сейчас на выезде снова. Не получается у меня все еще сыграть на домашнем стадионе. Ливень на стадионе Opel Arena. Поехали. Итак. Снова для меня возвращение в Германию. Мой первый матч в Бундеслиге за Баварию. И играем мы против Майнца. Посмотрим, как мы отыграем. Ливень на стадионе. Но, надеюсь, для меня это не помеха. И мы забиваем наш первый гол в Бундеслиге. После такого долгого возвращения за Баварию мы забиваем. 31 минута. Отлично. 1-0. Классный действительно гол получился. И это 2-0. Отлично. Не поучаствовала в этой атаке, но Бавария смогла реализовать момент. Отлично. 2-0. И вот хороший момент. И это еще и голевая. Гол плюс пас за первый матч. Это отлично. И вот он. Анхель Гомес. Тоже бывший игрок Манчестера Юнайтеда. Забивает. Отлично. 3-0. Мы довели счет до разгромного. Ну, гол плюс пас. И напоминаю. Так что это для нас в плюс. Потому что я хочу снова стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Бундеслиги. Чулбы нет. Теперь ставим бы Баварии. И все, друзья. Со счетом 3-0 мы обыграем Майндс. Наша первая победа в Бундеслиге за Баварию. Гол плюс голевая. За эти 90 минут на выезде. Ну и замечательно. 9-0 у меня оценка. Лучшим игроком являюсь я. Ну что же. Наконец-то первый матч за Баварию мы играем дома. Играем против соревнования соперника Франкфурта. Мы была на стадионе. Поехали. Итак, замечательный 9-0, конечно. Домашний стадион Баварии. Сандерсон Парк. Но все равно он очень прекрасен. Шестой тур. Мы играем против Франкфурта. Первый матч замечательно у нас получился. Победили 3-0. Лично для меня первый. Вот. Гол плюс пас. Посмотрим, как теперь отыграем при домашних болельщиках. Надеюсь, стану новым таким Робертом Ливандовским. Все-таки взял я и его номер. Вот в Баварии. Поэтому глянем, как отыграем. И забиваю. Отлично. Георгий Джикия помог мне здесь протащить так немного мяч. От него тоже рикошетиком залетело. Так что отлично. Россияне должны друг другу помогать. Вот. Отлично здесь получилось пройти. Там шестерка вот она как раз опекала и вратаря. Но и закрыла ему весь обзор. Сейчас мы глянем. Капитан еще и Франкфурта Джикия. Это его ноги, можно сказать, залетел. Но гол засчитали, естественно, на меня. 22-ая минута. Второй гол мой в Бундеслиге. Первый в сегодняшнем матче. Отлично. И забивает Орегии. Вот так вот 26-ая минута. Счет 1-1. Быстро мы пропускаем. Причем еще и дома. Неплохо. И мы забиваем это 2-1 наш дубль. Снова вводим вперед Баварию. 52-ая минута. Ну а теперь можно на голевые передачки поиграть, если нас сейчас не пропустим. Очень хорошо здесь получилось. И третий мяч из Бундеслига. И вот мы уже в штрафной. Бей. Отлично. Ну вот опять. Чакватадзе вот этот. Взял, у меня мяч забрал. Я просто брал, чтобы пробить с подкруткой. Когда нажимают R1, он просто мяч сейчас от него отошел. Все. Ладно, 3-1. Даже голливуд на меня сейчас не запишут. И трик у меня практически он забрал. Уверенная победа над Франкфутом Домом. Забиваю дубль. И становлюсь, наверное, лучшим игроком матча. 9-0 у меня оценка. Нет, Паласиас, я так понимаю. Сейчас мы глянем, у кого. Ну, по факту Паласиас отдал на меня одну голливую. Ну что же, и последний матч на сегодняшний у нас выпуск. Матч против Ювентусу. Мы играем дома. Первый матч в Лиге Чемпионов дома мы играем за Баварию. Поэтому это еще и серьезный соперник. Наш бывший клуб, в котором я не так сильно раскрылся. Вернуться еще, конечно, могу. Потому что в Италии я еще не выиграл чемпионат. И Еврокубок любой за итальянский клуб. Поэтому почему бы и нет. Ну а сейчас мы выступаем в Лиге Чемпионов. Вроде уже второй раз я встречаюсь против Юви. Причем играл за, если я не путаю ничего, за Барусию. Когда я играл против Ювентуса. Так что вот снова немецкий клуб, снова Ювентус. Область на стадионе. Поехали. Так, общаются в кругу футболисты Баварии. Здесь мы видим МТТ. Меня, остальных вот этих двоих, я прям не знаю, 29-24 номер. Надо потом глянуть. Ну вот он. Ван Бесака здесь мы видим. Де Лихт до сих пор капитан. Причем еще Ювентус. Он до сих пор играет. Ну и замечательный стадион наш домашний. Бавария Ювентус. Второй тур Лиги Чемпионов. Поехали. Отлично получился перехват сейчас. И мы забиваем. Мы забиваем ворота Ювентуса. Наш первый практически там удар по воротам. Гол я, естественно, праздновать не буду. Ну и напомню, что Хэтрик я вроде забивал Ювентусу на групповом этапе Лиги Чемпионов за Барусию. Но здесь снова очень хорошо получилось пройти. Раньше был Ван Дайк. Сейчас скорее всего он карьеру завершил. Ну а теперь Де Лихт, который не смог нас никак остановить. Фин Зидана, левая нога. И замечательный удар. Не потащил голкипер. Я даже не знаю, кто сейчас там играет в воротах Ювентуса. Но мой уже четвертый гол в Лиге Чемпионов за Баварию. Так, еще. И я забиваю дубль. Отлично. Дубль в ворота Ювентуса. Снова мы не празднуем. Ну мы сейчас близки, чтобы забить 23 к подряд в Лиге Чемпионов. После того, как я прошлый сезон отыграл в Лиге Европы, вот так вот по мне соскучился этот турнир, что я аж на нем не забиваю. А теперь вот правой, кстати, ногой. Тут был левый, это прям так ковырнул правой. И пятый мой гол в Лиге Чемпионов. Чемпионов. Еще удар, но здесь все-таки и Хатарен. Из Чемпионата Голландии этот игрок. Сейчас там вроде играет. Забивает, уменьшает преимущество Баварии. И вот он первый пропущенный мяч в Лиге Чемпионов. Замечательно проходим. И мы забиваем хэтрик. Отлично, второй хэтрик подряд в Лиге Чемпионов за Баварию. Супер, супер получилось. Сейчас снова пропускает от нас Ювентус. Очень классная реализация сейчас момента. Я вообще хотел действительно Анфеликону садовать. Он думает, дай-ка я сам пробью. И замечательно получилось. Не ожидал, наверное, Нубель этого. И очень хороший удар получился. Шестой уже гол в Лиге Чемпионов. И все, друзья. С счетом 3-1 заканчивается матч Баварии-Ювентус. Мы забиваем хэтрик. Получаем наш второй подряд мяч в Лиге Чемпионов. За Баварию мы отыграли. 7 ударов, 3 гола. 6 мячей мы забили уже за 2 тура в составе Баварии. Но это просто невероятно. 9,6 у меня. Оценка Аякс. Играет в Мичус Панатья Найкаса. И все, друзья. Прочитаем сейчас сообщение. Чек Витадзе на 6 недель получает травму. Мы заканчиваем на сегодня. Глянем звание кандидата в месяц в сентябре. Эти 4 игрока. Быстренько. И закончим на этом. Меня даже нет. Замечательно. Ну, потому что я всего лишь 2 матча отыграл. Вот. Холланд, Альмада, Ориджи, Пелегри. Вот они. Игроки, которые сейчас номинированы там. Ну, и что-то как-то шальки прям ведет. Я не понимаю. Ну, мы тоже же должны были. 18 очков у нас. Но, не знаю, как это очень странно. Что по статистике, быстренько посмотрим. Я на 11 строчке. 3 мяча за 2 матча. Ну, а Решвард здесь 7 мячей за 6 матчей забил в составе Байера. По голевым, ну, пока что, ну, трудно что-то сказать. Я на самой вершине среди тех, кто, вот, кстати, должен быть Стендера. Он один матч он отыграл. Ну, ладно. Одна голевая у меня пока что за 2 матча. Ну, и давайте подведем быстренько итоги. Бавария сейчас на второй строчке. 2 очка до шальки. Хотя я не понимаю, где мы успели потерять эти очки. Дальше мы играем против Эльзебирч Ауе. Во втором туре Кубка Германии. Здесь мы не участвовали. Здесь, но это еще без меня. Бавария проиграла. Здесь перетезонный турнир, кстати, в котором участвовал Манчестер Юнайтед. И выиграл именно Бавария. Мы побеждаем. Ну, мы проиграли в составе Манчестера. Все-таки еще были. Здесь это мой все-таки турнир. Мы выиграли Суперкубок Уэфа с Миланом. На первой строчке мы пока находимся. У нас 6 очков. Вот так вот. Ну, и все. Дальше здесь ничего нету. Ну, и это понятно. Мы здесь на чемпионат Европы не попадаем. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь данных средств. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok